это удар то есть скользит рука я могу видите фактически задача просто согнуть вот эту часть на самом деле из-за того что у него изначально подвижность не такая активная как и просто уходим назад и чего он взрывается поднимание вашей руки одновременно заставляем и в этот момент проваливаем его перед собой завершив балагин мероприятие каждую так сказать японскую осень правда в этом году так сложилось что она не японская беларуси но тем не менее мероприятие все равно состоится количество участников тоже немножко сокращается но при этом мы как говорится с баллоном доспеха это тоже немаловажный фактор с учетом того что на самом деле подобное мероприятие именно в плане герои кумюча это впервые впервые в бирже в не проводилась вообще то есть это прочувствовать попробовать то есть мы будем изучать преимущественно стиле куксин андрю до кинтай джюцу безоружную технику вот и значит я думаю что разберемся с нюансами связанными с теми или иными моментами как у которой не до конца порой понятно отсутствует дополнительный вес перемещение ну да очень здорово что строили будем проводить именно в амуниции это классно это действительно поможет прочувствовать понять многие моменты которые делаются акцент в школе писем дым почему устраивается определенный баланс когда на тебе больше 20 килограммов камни цикловки когда на голове тяжелый как будто то есть понятно что же какие-то уклонения головой делать нецелесообразно потому что меняется сразу баланс центр тяжести мы становимся неустойчиво и работа в юрой это очень классная вещь для оттачивания именно навыков держать свой вес контролировать вес баланс центр тяжести перенос веса и это устраивает правильное понимание позвоночного слова как мы должны стоять в принципе нужно понимать дистанцию дистанция строилась в зависимости от того какое оружие вы используете то есть на самом деле это не знаю что вы одели юрой и все и как вы считаете себя против вооруженного противника начинается дистанция вообще в принципе слуха поэтому отсюда все кого я выстраиваюсь именно в линию как правило боковой части чтобы можно было особенно у меня вот это уже так период сам локу то есть когда уже такое средненное что-то пошло вот к макурский период достаточно больших были вот сюда да то есть и как бы в тонус айтисе более-менее да имеется и гораздо больше по именно по ширине площади и в длину то есть получается по фактически причем интересно что делали один побольше русская плюс естественно кабут про каморский период мы не говорим хотя есть сведения того что он уже формировался более поздний период и скорее сам боку но это отдельная история поэтому я думал кто хочет ездить все переведено тут почитать на сейчас давайте непосредственно поговорим о знаешь защите дистанции и захватах то есть как и что она из себя представляла в отличие от безоружного опять-таки поединка просто пытаться да то есть там кулачные бои строительство дали достаточно неэффективно что в том плане что вы можете сами полез пораниться а его же какую-то часть да то есть допустим даже мэтту там как будто кстати это опять-таки возможность для того чтобы защищаться не только руками все вы защищаетесь вы можете подставлять какие-то части тел или там элементы капута которые тоже на самом деле мы тоже хангу когда делает даже палками то есть вообще абсолютно не ощутимо что говорится рука единственное что конечно поправка на то что если у вас все-таки кутэм и получается отсюда вот видите получается сжимание пальцев таким образом херакэм то есть плоский кулак видите то есть я поджимаю и соответственно пальцем набирать если он вооружен чем-то то я избегаю просто того что мне только летят мои пальцы на две половины поэтому давайте начнем с камая и отсюда уже сразу становится понятно почему держится руки именно таким вот весь 1 кого это хиро ну кого это на самом деле тот же сидзан тот же сидзан но в отличие от естественное положение то есть то что мы делаем без облачения даты здесь как бы все-таки вес нужно более распределить костью но точно да то есть разворачиваться вот как раз то о чем я говорил рука выставляется вперед это может быть стать копьем на самом деле мы держим копьем вот тоже самое скопитка не поднимая ногу а просто подтягиваем ее да если идет какая-то атака в область ноги то есть что-то подтянул здесь опять-таки я пойду двигаться и вперед рука окажется здесь и обзор чтобы не терялся то есть вы должны за под защитой своего предплечье оказывается терять и мой за обычно вы наоборот демонстрируете большую цель это скорее наоборот покуда там еще дальше собаки да если мы рассматриваем начальный уровень сюда то с камая изначально вы стоите камая то есть у вас уже рука перед вами выстроена то что мы вот с копьем до сравнивать и когда он атакует если просто смещать просто подбивать есть вариант использования кота то есть вы используете куда да да потому что надо вся часть она металлическая то есть можете qt можете этой часть вот эта часть подвержена вы видели да что здесь защита с внешней стороны внутренняя сторона но там есть металлические укрепления то есть допустим после зала реально закрыто то есть определенные места реально закрыты сюда не целесообразно но если я получается далеко ушел то я перебиваю эту часть на самом деле гораздо более важно не перебить а просто отодвинуть его и скорее разрушить его команд захватывает чаще всего здесь единственная возможность сбоку до до захватить но имейте ввиду что на самом деле даже вот этот момент я разворачиваю тело уже могу контролировать а прижимать то есть ему здесь с одной стороны удобно с другой стороны вы можете поэтому чаще всего вот например вот взять допустим наш первый элемент союм то там он рекомендует схватать вверх так чтобы сразу допустим переходить на боссика во-вторых обезопасить себя видите но дело так захваток и тут же могу убить да то есть аль другое дело здесь ну стандартно куниучи вообще он хватает здесь я хватает здесь вот мы держим друг друга и пытаемся повалить то есть на самом деле в доспехе вот как вы себе возначил действительно потеря равновесия это в принципе фатально изначально самое в основной это опрокинуть значит добивание и так далее попробуйте воздействовать на три точки вот если вы захватил куниучи то у меня хочется раз-два еще здесь понятно то есть не просто попытка сделать верхней части тела на самом деле гораздо важнее вывести именно это ноги зарубить и вот стоит так вы смеете только пошло отсюда ведь все-таки не только с точки зрения доспеха с точки зрения в принципе в оседневной жизни капюшон еще что-то вам мешает обзорность например видит там что-то вам мешает подвижность рук и так далее то есть соответственно он может зашли у рюкзака взять и в рюкзаке там по руки кирпичей лишь понятное дело туда вот назад пойдете вот завалится поэтому значит двигаетесь раз колено здесь и вот эта часть видит идет направление у вас а это естественно место ну плюс-минус не защищено вот буквально то есть здесь в принципе все закрыто то вот этого часть это туда . будто то есть получается вот эта часть открыта поэтому опять-таки плоский кулак если бить бесполезно ничего не даст восемь лет это далее есть вероятность того что попадут там разные выставления пальцев то что мы знаем по пикси на тоже на самом деле обычно идет движение 1 скользящие потом туда проникают изначально мы не метим поэтому краски плоский кулак началась я уже могу даже если вытягивать его руку пальцы будут резаться о край кирпичей тоже не очень приятно переносят свой вес чуть назад чтобы не растерять баланс 5 стойчат до берет захватывается рука здесь проще за можно защиток но уже даст проворот ваза защите руку буквально но она по-разному называлась там исполнитесь опять пикую учись от ресторан сетер сам момент на сейчас отдельно покажу на кому-то как вообще воздействует на глаза то есть на самом деле вы сейчас выполнять тот же косы вот обусловлено почти поднятие руки сюда то есть не оставлять здесь и не срывать а именно прижимать и сюда давайте снять его назад часто бывает еще просто пронос руки допустим тот же урок я пытаюсь уберев руку достать куда чили что-либо другое здесь уже с ним проще ну в отличие от кстати допускается опускали на колено ну на колено вполне все нормально нужно пустить еще можно вот здесь лежит подойти плотно и захватить как будто варе достать сюда сместись сюда сместись сюда сместись обратите внимание на разворот то есть прямолинейное воздействие то фактически фуда хэн то есть вы бьете но если здесь вы делаете цюлька то есть перебиваете кулаком здесь вы спите на него область поражения та же самая как и вот получать суставы то есть ноги как раз таки не сильно защищены вот это принципе 5 единственная возможность бери то есть это единственная возможность куда можно ударить кстати касательно того ударов все остальное тоже если он просто в статичном положении стоит то нам не приходится наносить удар таким образом чтобы изначально преподавать вот помимо того что вот здесь с керасой да у нас ютка так еще и его защиты ног